Делай раз, делай два, делай три. Помните эту считалочку, под которую выполнялись сложные спортивные упражнения? Менеджмент тоже непрост, но и в нём есть чёткие алгоритмы. Правильно выполнив определённую последовательность действий, можно на раз-два-три достичь запланированного результата. Но, конечно, эту последовательность надо знать. Программа «На раз-два-три» – это мини-тренинг от ведущих бизнес-тренеров России. Один участник тренинга – в студии, второй – это вы, наш уважаемый зритель. Сегодня тренировку по публичному выступлению проводит лучший специалист по ораторскому искусству Радислав Гондопас. Совладелец и ведущий тренер компании «Ораторика» – бизнес-тренер 2005-2007 года по версии портала «Тренингс». Автор семи книг по лидерству и ораторскому искусству. Итак, делай раз, делай два, делай три. Многим известно, что стоит начать говорить, волнение становится заметно меньше. Сегодняшняя программа у нас посвящена методам преодоления волнения целиком. Волнение – это же не что иное, как, подчеркиваю, нормальная реакция здорового, подчеркиваю, организма на воздействие стрессогенного фактора. Вы выходите широким жестом, уверенной походкой, оглядываете зал взглядом повелителя, а не взглядом нестесняющейся школьниц. Я это называю напрячь мышцу наглости. Не нужно верить себе, пусть публика верит. Публичное выступление – это всегда испытание для психики. Я очень рекомендую вам относиться к публичным выступлением, вот как к этому препятствию, которое преодолимо. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Радислав. Сегодня мы с вами и с нашими дорогими телезрителями поговорим о структуре публичной речи. Большинство людей выступают, ну, как придется, как сложится, так и будет. Спонтанно. Спонтанно. Настя, я хочу вам предложить сейчас попробовать выступить публично, ну, естественно, имитируя это в условиях студии. Давайте попробуем. Хотел бы я предложить вам, чтобы вы представились публике, но подозреваю, что этот рассказ будет таким, что в нашу программу не поместится, потому что там, наверное, есть что о себе рассказать. Поэтому предложу вам взять какой-нибудь, ну, узкий аспект. У вас есть хобби? Да, конечно. Я люблю фотографировать. Вот я предложу вам представить себя в этом аспекте. Вы, как фотограф, представьте это публике. Знаете, не в виде информирующей речи, а представьте в виде речи побуждающей. Так, чтобы людям, сидящим в зале, вот этой воображаемой аудитории, захотелось тоже попробовать себя в этом деле. Меня зовут Настя. Мне 27 лет. Фотоаппарат я взяла в руки всего лишь год назад. И сразу поняла, что это прекрасное средство для того, чтобы я могла выражать свои эмоции. Те моменты, которые проходят в нашей жизни и являются какими-то ключевыми для нас, ключевыми в плане эмоций, но мы их не можем остановить. Я могу остановить с помощью затвора моей фотокамеры. Фотографирование, будь то профессиональным занятием или хобби для человека, оно может быть прекрасной, отдушиной и средством восприятия окружающего мира и передавание того своего восприятия другим людям. Я считаю, что это прекрасное творческое занятие, которое может быть для всех очень интересным. Браво, спасибо, публика потрясена, но любое выступление можно сделать немного лучше, правда? Безусловно. Вернитесь на место, и я покажу вам, как можно сделать лучше ваше выступление. Не в смысле артистизма, например, с этим было все хорошо. Не в смысле зрительного контакта, потому что мы представляли, будто бы здесь есть люди, были бы здесь настоящие, настоящая публика, вы бы, конечно, с ними контактировали больше. Структура речи, вот что нас интересует. Прежде чем я скажу о том, как структура публичной речи построена, вспомните, как подается в ресторане, ну, скажем, обед. Как последовательность блюд определена? Вначале подаются закуски. Вначале подаются закуски. Если это ужин, то аперитив. Да. Какие-нибудь кислые напитки, да? Для чего? Для того, чтобы подготовить к главному блюду. Так, что дальше? Дальше подается главное блюдо. Главное блюдо, и потом все заканчивается? Десерт. Десертом, диджестивами, горькими напитками, с тем, чтобы пищеварение, ну и так далее. Ну, конечно, да. Да, хорошо. Как начинается прием у доктора? С опроса. С опроса, разговора, да, формируется там что-то, потом раздеваетесь, давайте посмотрим, послушаем. Ага, и заканчивается он. И заканчивается непосредственно уже прощанием, осмотром, прощанием и выписыванием определенных рецептов. И какие-то рекомендации, по желанию, вы там не увлекаетесь тем-то, вот это примите, и в следующий раз зайдете ко мне через две недели покажетесь. Да, вот такая. Есть определенная структура у всех процессов. Почему? Потому что существует мировой закон, закон композиции. И этот закон не придуман человеком. Он человеком зафиксирован, это закон природы. Все протяженные времени процессы начинаются с чего-то там наращивающего, разогревающего, готовящего, потом собственное действие и потом некое затухание. Это можно графически выразить, например, вот таким образом. Вот основная часть нашего выступления. Это вступительная часть и это заключительная. А эта часть называется основная. Так. Знаете, в чем типовая ошибка людей, выступающих сегодня публично? Они, к сожалению, вступление либо вовсе не делают, либо сокращают его до банальных предсказуемых фраз. Здравствуйте, тема моего вступления такая-то, это и так видно на слайдах. В прошлом квартале наша компания и понеслось. Или человек поднимает бокал и говорит, я хочу выпить за Мишу. Миша большой молодец, он празднует сегодня 50 лет, мы его все любим, давайте выпьем. Дзынь и сел. Нет вступления. А как можно было бы сделать вступление? В первом случае можно было бы сказать друзей, коллеге. Тема, о которой я хочу выступить, идея ее, пришла ко мне не случайно. В течение многих лет меня волновал вопрос, а каким образом связаны такие-то процессы и явления, которые... На первый взгляд, между ними, нет ничего общего. Но недавно стало известно, благодаря публикации, которая попала мне в руки, что эти явления связаны между собой благодаря вот такому-такому компоненту. И в своем выступлении я покажу вам, как эти вещи влияют друг на друга и каким образом вы можете использовать их для того, чтобы приобрести вот такие-то выгоды и преимущества. Совершенно другая ситуация. Конечно. Конечно. Или, человек уходит на сцену и говорит, знаете ли вы, что компания BP для ликвидации катастрофы в Мексиканском заливе использовала, чтобы вы думали, мячики для гольфа? Вы спросите меня, а почему я говорю об этом в вопросе, в презентации, там, не знаю, инвестиционных схем в кризисное время? А потому что человек всегда ищет в качестве помощи в своем деле то, что у него под рукой. Топ-менеджер British Petroleum играет в гольф. И поэтому, когда они искали, какой материал может сдержать нефть, выливающуюся из скважин, из пробоин, они нашли то, что под рукой. Так вот, некоторые люди при инвестициях, в случае кризиса, предпринимают не те шаги, которые позволят им решить проблему, а те, которые у них под рукой, которые на виду привычные, традиционные. А в кризис, как вы знаете, именно традиционные вещи не работают. И сейчас я хочу вам рассказать первый пункт. Видите, какая штука? Вступление подогревает аудиторию, готовит, интригует, вызывает внимание. Если человек в течение нескольких минут в начале презентации не подтвердил аудитории свое право удерживать внимание в течение нескольких часов, аудитория склонна не кредитовать его своим вниманием на больший промежуток времени. Заинтриговать, заинтересовать, подготовить аудиторию. Задача вступления. О чем можно вступление сказать, Настя, еще? В моем вступлении? Вообще. Во вступлении кричат. Я думаю, что свои ощущения. Да, можно говорить о своих ощущениях. Я напишу здесь слово «чувства». Вы можете говорить о чувствах. Вы знаете, я сидел в этом зале, и у меня посетило чувство, что мы говорим с вами не о том. Я был обескуражен тем, что мы обсуждаем такие малозначимые вещи. В то время, как есть главное. Или можно сказать, вы знаете, мне очень приятно присутствовать на этом мероприятии. Я благодарю организаторов за возможность выступить, потому что я всегда мечтал встретиться с людьми такого уровня. Ну да, или Алла Верды своим коллегам, которые делали выступление. Да, благодарность коллегам. Вообще всякая отсылка к тем выступлениям, которые были до вас. Благодарность, например. Удивительный факт. Мячики для гольфа. Удивительное рядом. Он может сделать анонс. Он может породить у публики предвкушение выступления. Он может сказать, что в течение выступления он даст информацию, которая позволит людям получить такие-то выгоды. Он расскажет о том, о том, о том, не раскрывая карты. Но, в общем, чуть-чуть засветив уголок. Он может делать у публики комплименты. Это лучше не перебарщивать, но... Это хорошо. Чтобы не было такого подхлимажа, да? Да. Он может сказать о себе. В редких случаях это возможно, в редких случаях это органично, но он может сделать презентацию себя, самопрезентацию. Скромно, но называя факты, которые говорят о том, что вам можно доверять в вопросе, о котором вы собираетесь говорить. Этот список можно продолжать. В одной из книг, которую я написал, я привел 17 вариантов вступления и просто остановился усилием воли, потому что это бесконечный список. Однажды я видел, как двое выступавших на довольно серьезном форуме международном затеяли драку. Но эта драка была... То есть они толкались на сцене, спорили, и это привлекло внимание. На самом деле спора никакого не было. Это была имитация, это был артистический трюк. Я видел, как человек показал на экране огромное, ну, во весь экран, красное яблоко. И стал говорить о чем-то, что с яблоком никак не было связано. Люди удивились и все ждали, как это будет, как он связан. И он никак не связал. В течение всего выступления было яблоко, и когда он уходил со сцены, люди из зала закричали, при чем здесь яблоко? Он сказал, ну, мне сказали, что так принято выступать, что должны быть слайды. Но вы сами знаете, вот выступление, которое вы слышали, в нем говорить не о чем. Поэтому я взял, вот у меня на столе лежало яблоко, когда я готовился к выступлению. Я его на свой айфон сфотографировал, и потом, ну, разместил файл в компьютере, и, в общем, в PowerPoint вставил и показал вам. Отлично. Да. Ну, вот такое вот... Нестандартное решение. Нестандартное решение, да. С основной частью понятно. В основной части вы излагаете тот материал, который готовили. Но когда ребенок ест котлету, или, точнее, когда вы ему предлагаете съесть котлету, он иногда отказывается. Я не хочу, я сыт и так далее. Но стоит вам эту же котлету взять в вилочку и разломить ему на несколько частей, как ребенок, увлекшись каким-то разговором, каким-то действием, может незаметно для себя ее слопать. Проглотить здоровенную котлету и даже самостоятельно ее на куски нарезать ребенку сложно. А вот взять кусочек и отправить в рот, сложного нет. Подходите к структуре выступления, как к котлете, которую вы предлагаете ребенку публике. Разделите на части, упростите им восприятие информации. Когда вы будете составлять план выступления, попробуйте сказать, пункт первый. Как я сама увлеклась фотографией? Что меня натолкнуло? Сподвигло, да. Второе, что для меня фотография, какие удовольствия она дает, что она приносит в мою жизнь, чем она обогащает мою жизнь. Третье, фотографировать это несложно. Современная техника позволяет человеку, даже не очень подготовленному, уже снимать. Уже нет этих громоздких проявочных машин и так далее. Сегодня любой человек может, например, такое. Потом в четвертом пункте вы, не знаю, что там могло бы быть еще? Ну, я думаю, что можно здесь как раз привлекать уже, да, перспектива. Потому что существуют выставки, выставки в интернете, люди могут посещать. Вы имеете возможность получить аудиторию в много тысяч. Не нужно делать выставку, арендовать для этого залы в доме журналиста или в центральном доме художника. Вы можете разместить свои фотографии в интернете, люди могут распечатать, напечатать отзыв. И, может быть, даже пригласить вас к сотрудничеству с какими-то журналами. Ну, и в пятом пункте вы делаете какие-то пожелания или профессиональные советы начинающему фотографу. Отлично. И постепенно мы приближаемся к заключению, и это второе слабое звено в большинстве публичных выступлений. Люди не знают, как закончить. Они заканчивают банальным, ну, если вопросов больше нет, то у меня все. Или, ну, в общем, это спасибо за внимание. У аудитории есть ощущение такое, какое было бы, если, допустим, оркестр исполнял какое-то произведение, и к финальным аккордам, подобравшись, вдруг оркестр почему-то потерял ритм, почему-то вот... Извините. Мне хочется сравнивать с другими властями жизнедеятельности человека, где подобные конфузы тоже не красят совершенно оркестр. Что в заключении можно было бы сказать? Как за финаль лица? Пожелания? Пожелания аудитории. Так, желаю вам, чтобы фотография вашей жизни настрояла такой же горусти, как мои. Еще. Например. Благодарности. Спасибо. Но не за внимание, это банально. Спасибо вам за активность, проявленную в ходе моего выступления. Мне было приятно видеть в ваших глазах живой интерес к теме. Я счастлива, что вы даже возражали мне, потому что возражение указывает, что у вас есть точка зрения. Всегда приятно выступать перед аудиторией, у которой есть точка зрения. Да, благодарность. Еще. Случай жизни, который может быть кодой всего этого. Да, случай. И в конце вашего выступления... То есть пример какой-то, да, какой-то пример жизненный, который является подтверждением того, что это не случайно. Вот вся моя котлета, она была не случайной. И, наконец, я скажу вам, не хотел об этом говорить, но скажу. Сегодня утром, когда я открыл свой почтовый ящик, я увидел в нем предложение от журнала, чтобы моя фотография вот такая-то была на обложке. Я вижу в этом знак. Я готовилась сегодня выступить перед вами на эту тему. Получила предложение, о котором только могла мечтать. Со мной это случилось? Может случиться и с вами. Стремитесь. Развивайтесь. Получайте удовольствие. Но помните, что удовольствие может стать источником. В том числе и прибыли. Та-да! Как бы это громко не звучало, даже прибыли. Ну, положим это так. Это экспонт. Ну, резюмирование. Имеет смысл, бывает, подытожить все сказанное, если было выступление длинное. Режиме. Режиме или подведение итогов. Доктор говорит, зайдите ко мне через две недели. Поэтому в конце выступления можно сказать, обязательно сделайте то-то и то-то. Сейчас придете домой, найдите свою самую простейшую камеру. Попробуйте сделать снимок из своего окна. Перекачайте его в компьютер. И этот снимок распечатайте и повесите на стенку. И потом спросите своих близких. Ну, что так? Что они видят? Нет. И я уверяю вас, никто из них не догадается, что снимок сделан из того окна, в которое они смотрят ежедневно. Красота. Да. Человек пошел, что-то сделал конкретно. Рекомендации. И так далее. Список можно продолжать. Да, конечно. Еще можно сделать... Еще можно пригласить посетить твой сайт, за дополнительной информацией обратиться к специалисту и так далее. И так далее. То есть какое-то совершить действие. Можно сделать, конечно, пойти экстремальным путем, сделать что-нибудь в конце такое. Хопа! Ну, прям финальный аккорд. Что-то экстремальное. Что-то забавное. Вызвать кого-то из зала. Ну, и так далее. Можно еще раз напомнить то, с чего вы начинали. Тоже бывает очень забавно и красиво. Что бы вы ни выбрали в качестве начала и финала, вы должны при подготовке выступления знать четко, с каких слов вы начнете и чем закончите. Не надейтесь, что вам удастся по ходу выступления придумать финал. Не удастся. Дай бог вспомнить, что дальше идет в ходе выступления. Гораздо увереннее чувствует себя оратор, который знает, что будет в конце. Любой джазовый коллектив, да, допустим, музыканты никогда не играли вместе. Джемсейшн. Они договорились, что они сейчас сыграют такую-то композицию, такую-то импровизацию. И они, естественно, начало играют четко, там барабанщик дал счет, они... И дальше пошло-пошла музыка, разъехались инструменты, где-то кто-то не попал в долю, где-то вдруг два стали солировать одновременно, один стушевался, стушевался и другой, и получилась какая-то нелепая пауза, звучат барабаны. Публика все это видит, публика все понимает. Живой процесс, создается произведение на глазах. И где-то, может быть, даже кто-то из фальшив... Ладно. Но настанет время, и будет на 68 цифре, все понимают, что надо уходить на коду, или кто-то даст знак, что это, так сказать, финал. И в конце все дружно... Ти-дэ-ти-ти-ти-ти-ти-ти-пам-па-бам... И... Хоп. И вот тут эффект. Финал и начало должны быть четко сыграны, отработаны, безупречно. Тогда хорошее впечатление производит выступление. Продумайте, что вы скажете в начале. Заучите, проговорите. Это позволит вам преодолеть пик волнения вначале. Вы говорите заученный текст, вам проще. Знайте, что вы скажете в финале. И как бы вы ни путались, где бы чего ни было, вы всегда можете выйти на этот финал четко, отрепетировано сказать те слова, которые вы готовили. И публика будет богосклонно воспринимать, будет рукоприскать и так далее. Да, это Бог. Да. Если даже не будет рукоприскать, это не важно. Важно соблюсти закон по композиции, потому что он органичен для публики. У публики есть определенные ожидания. Вы знаете, когда, допустим, человек, с которым я беседую, и, допустим, беседа затянулась, делает так. Ну что ж. Я понимаю, что через минуту дверь за ним закроется. И у меня уже внутри начинается какой-то отсчет времени обратный. И он говорит, ну что ж, давай поговорим сейчас о другом вопросе. Что у тебя дома вообще? Что делается? Как там твои? И у меня внутри есть ощущение неудовлетворенности, да? Мне хочется его вытолкать уже из моего кабинета, потому что я уже жду, что он выйдет. Ну, или бывают гости, говорят, ну что, ребят, нам пора, спасибо, хорошо у вас, но надо спешить, нам вставать рано. И вот они выходят в прихожую, все забываться, завязывать шнурки, и потом вдруг вспоминают, о, слушай, а там как проект-то этот, помнишь, ты говорил, там что-то выгорело, да? Ну-ну-ну, и что? И звонил тебе кто-то? А он тебе? А ты ему? И тут вдруг начинается какой-то разговор еще между двумя, членами семьи. Еще на час. Блин, ты стоишь в этой прихожей. Это прекрасные люди, но если бы они сидели за столом дальше разговаривали, было бы все нормально. А то, что мы в прихожей, да? Вот так и у публики. У публики есть определенные ожидания. Когда люди садятся в зал, они думают, что их сразу начнут грузить информацию. Они ждут, что с ними поздороваются, как-то потепенно ведут их в тему. Или как-нибудь интересуют, удивят, рассмешат. Шутка тоже может быть прекрасным началом. Потом они ждут, что информация будет подаваться в определенной структуре. Что спикер не будет плавать, знаете, проговорил, потом вернулся к тому, что сказано, потом что-то пропустил, забыл, перепутал. Так невозможно слушать, можно с ума сойти. А вы делаете 5 или 3 или 7 маленьких выступлений, каждое из которых посвящено отдельной теме. После чего люди понимают, что по логике-то уже должен быть финальчик. И они не ждут, что вы оборветесь, знаете, как трамвай. Затормозили, выходите, граждане. А вы в конце что-нибудь скажете, какие-то теплые слова, как-то привлечете внимание и сделаете такой финальный аккорд красивый. Возникает вопрос, а где ответы на вопросы? Вот если, допустим, выступление предполагает ответы на вопросы. Нет, не после заключительных слов. Это уже неуместно. Вот здесь. Вопросы и ответы на них задаются перед финальной частью. Вы закончили основное, предложили поговорить, обменяться впечатлениями, задать вопросы, дали ответы. И потом говорите, к сожалению, они могут ответить на все вопросы. И хотел бы сказать на прощание, что мы с вами хорошо поработали, обсудили важные вопросы. Давайте я резюмирую, сейчас вкратце все сказано. Один, два, три, четыре. Я желаю вам хорошо провести время на этой конференции. Пишите мне, я отвечу на все ваши вопросы, которые еще возникают. И очень надеюсь, вас увидеть на следующей конференции, которая, как вы помните, состоится через три месяца, а именно, там, 28 августа. Все, красиво. Мало того, что красиво, оно еще и результативно. Оно лучше запоминается, люди потом легче воспроизводят, и то, что они услышали. И вообще, если вы обеспечили людям комфорт в восприятии информации, они склонны выше оценивать то содержание, которое вы им предложили. Хорошо. Зная такую структуру, если человек попадает в ситуацию, как и я сегодня, в начале программы с вами, без подготовки, мне нужно толкнуть речь. Зная структуру, я могу сделать это спонтанно? Если вы знаете структуру, если вы готовите выступления по законам композиции, со временем у вас вырабатывается привычка все, что вы говорите, говорить по законам композиции. Экспромт – это то, что позволительно делать людям опытным в публичных выступлениях. А чтобы наработать опыт, нужно выступать чаще. Вот и выступайте чаще, по поводу и без повода. Спасибо. Спасибо вам. До встречи в следующей программе. Всего доброго. Мы говорим о том, как привлечь и удержать внимание аудитории, какой бы она ни была. Когда выступающий шутит, это пробуждает. Все это называется контрастное раздражительное. Человек, который выступает публично, не может говорить монотонно на одной ноте с одним темпом. Не стоит делать большие выступления без перезывов. Дайте людям передохнуть. Эффективность их внимания будет выше, и после перезыва они будут воспринимать вас лучше. Используйте жест, интонацию, изменение темпа речи. Разумно, но используйте шутки, афоризмы, удивительные факты. Так, работая с аудиторией, в постоянном изменении постоянного синусоида, вы сможете удержать внимание. Редактор субтитров А.Семкин